Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Все с нетерпением ждут бабьего лета. А вообще наступит ли оно? Точной даты начала бабьего лета в России не существует, так как территория страны довольно большая. Климат в разных регионах значительно отличается. Но есть приятная новость. Уже с пятницы будет солнечная погода. И температура будет увеличиваться. А что на сегодня обещают синоптики? В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду и порывы до 15-18. Температура ночью 1,6, в горах минус 4, плюс 1. А днем 7,12 со знаком плюс и местами 2,7 выше нуля. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 15-18. Температура ночью 3,5, а днем 9,11 градусов выше нуля. В Карачаево-Черкесии, как и по всей России, впервые проходит неделя учителя. Посвящена она, конечно, профессиональному празднику педагогов. С учителем у каждого из нас связано многое. Они научили нас писать, считать, читать, познавать мир. Вложили в нас знания. Около 30 лет жизни посвятила школе учитель русского языка и литературы гимназии номер 5 Черкеска Светлана Остроухова. Светлана Васильевна лучший учитель 2016 года. Лучший классный руководитель своей гимназии. Но помимо этого ее отличает беззаветное служение профессии педагога. И, конечно, любовь к детям. С настоящим учителем и профессионалом своего дела встретилась моя соведущая Белла Джозаева. Они уже в нашей студии. Доброе утро. Я уступаю вам гостиную. Доброе утро всем. Доброе утро, Светлана Васильевна. Рада вас видеть сегодня у нас в гостях. Конечно, я не могу вас не поздравить с таким замечательным, любимейшим праздником, как День Учителя. Спасибо. Хочу сказать, что в педагогике вы уже около 30 лет. А как вы пришли в эту профессию? Кто-то в семье? Нет, все начиналось банально просто. Наверное, начиналось с игры. Все девочки, и я в том числе, моими первыми учениками. Это были куклы, и потом дальше по накатанной все девочки хотели быть врачами, учителями, и я в том числе. И вот эта игра плавно переросла в мою педагогическую деятельность. Почему именно учитель русского языка? Я даже не знаю. Наверное, моим мудрым наставником была все-таки мама, которая учила говорить правильно, учила думать. Вот, наверное, с такими мыслями я и вошла в свою профессию, и вот до сих пор я в ней. А вот если бы вы не стали учителем, кем бы вы могли быть? Вы думали когда-нибудь об этом? Да, конечно. Врачом однозначно. Я же играла либо в учителей, либо во врачей. Самые благородные профессии. Да, потому что мы помогаем людям жить дальше. Светлана, ну, знаете, вот если встречаешься с учителем, обязательно вот в данное время хочется спросить о плюсах и минусах нынешнего образовательного процесса. Я имею в виду программу. Вот делая уроки со своим ребенком, я понимаю, что я ничего не понимаю. Вот на самом деле там столько всего нагромождено, там все так сложно, или мне по истечении лет так кажется. Я хочу ваше профессиональное мнение услышать. В чем плюсы, в чем минусы? Бэлла, на самом деле эту профессию надо любить. И отдавать, вот, наверное, как вы любите свою профессию, вы отдаёте себя. Я отдаю то же самое своим детям всю себя. Есть, конечно, и плюсы, и минусы. Есть разочарование, есть огорчение. Но ты знаешь, что завтра за вот этими огорчениями, разочарованиями обязательно будут тёплые, светлые глаза. Поэтому, может быть, то, что вам кажется сложным, прежде всего, к ребёнку нужно приходить с хорошим настроением. Обязательно. Они всё это чувствуют, чувствуют фальш. Поэтому я думаю, что я бы не смогла стать тем, кем я стала, если бы я приходила через силу или фальшивила, скажем так. Невозможно. Абсолютно с вами согласна. И потом, знаете, нельзя, вот, например, поскольку я работаю с детьми, в этом и состоит сложность. Фальши не терпят. И я должна в своей работе быть более, наверное, гибкой. Я бы сейчас сказала, что все мы, преподаватели и моей школы, и вообще школы России, у нас существует гибкая система преподавания. Потому что дети разные. В классе сидят и дети, которые очень быстро воспринимают, и те, которым нужно объяснить. Поэтому мы должны каждого ребёнка увидеть, посмотреть, какой у него характер, посмотреть, с каким настроением он сегодня пришёл. И вот эти банальные наши карточки, опросы, несмотря на то, что у нас в кабинетах, вот в нашей гимназии стоит, очень много хорошей, нужной аппаратуры. Начиная от дистанционных каких-то вещах, это могут быть компьютеры, доски, в общем-то, на любой вкус и цвет. Но мы считаем, что гибкая система подхода к преподаванию, она должна существовать. Вот если бы я сейчас сказала о методиках... Светлана Васильевна, я хочу, чтобы вы сказали конкретно, вот понимаете, о программе. Почему она такая сложная? Или вы так не считаете? Нет, мы тоже считаем, что в каких-то вопросах мы, в общем-то, должны идти в ногу со временем, естественно. Поэтому, наверное, вы как люди советского времени, наверное, у нас было немножечко всё проще, более понятно. Но мы должны включаться в работу... А ведь хорошая программа образования была, советская. Да, и знаете, как говорится, всё хорошо, новое... Своё время или как? Вот как понять, что правильный материал сейчас детям даётся? Конечно, правильный, потому что мы выпускаем детей и видим, что всё-таки мы работаем не зря. Конечно, у нас что-то не получается. Где-то получается не так, как бы мы хотели. В силу загруженности вообще нашей жизни, но то, что... Знаете, наверное, мне, как преподавателю узкого профиля, именно русского языка и литературы, я, ну, может быть, что-то хотела изменить. Может быть, я немножко изменила литературу, потому что дети другого поколения, они хотят читать другую литературу. А давайте поговорим о литературе. Вот смотрите, в социальных сетях показывают опросы какие-то к известным личностям медийным. Ну, сейчас вот кумиры молодёжи, скажем так, к ним подходят и спрашивают, кто написал отца и дети. Она не знает, да, к примеру. А таких же большинство? И вы, как преподаватель русского языка и литературы, что должны сделать для того, чтобы ребёнок хотя бы базовые знания вот эти получил? Классику хотя бы. Вот, и вы знаете, на самом деле я не могу сказать, что дети не читают, потому что даже вот я 27 лет работаю в школе, бывают такие ребята, у которых учишься, они вам рассказывают такие произведения, я-то выросла на другой литературе, и я не стесняюсь спросить, кто автор, сюжет этого произведения. Я с интересом, вот буквально у меня 8 класс сейчас, я у детей прошу принести мне эти книги с удовольствием. Которые они читают сейчас. Которые они читают. А потом, когда смотришь всевозможные репортажи, мне кажется, как-то то ли люди случайные. Я не думаю, что многие дети не знают, кто написал сказку Пушкина или роман Тургенева «Отцы и дети». Мне кажется, это какие-то случайные люди, которые проходили. Вот поверьте, наши дети, которых мы учим, они всё-таки знают, что они умеют отличить стихотворение Пушкина от стихотворения Лермана. Ну, то, что вы говорите, это так греет душу, и хочется верить, что всё-таки результат есть. Конечно. Вы не с ней работаете. А какая у вас методика образования? Своя собственная? Ну, во-первых, вы знаете, я приверженец старой советской школы. Вот. Я принимаю всё новое. Абсолютно я к этому отношусь спокойно. Где-то что-то у меня, наверное, получается, где-то нет. Но говорят, что всё хорошее новое – это хорошо забытое старое. А вот вы знаете, вы настоящий педагог, если вы говорите, что не всё у меня получается. Абсолютно. Вы знаете, я живой человек, и я до сих пор не стесняюсь спросить у своих коллег, у которых больше и лучше, больше стаж преподавания. И они давно уже работают учителями. Я прихожу всегда, я спрашиваю и, в общем-то, впитываю всё то, что мне необходимо. А у детей так учитесь? Обязательно. И, вы знаете, бывает, даже учусь тем словам, которым я до сих пор, к сожалению, не владею. Но у нас не получится. Ну, не всё, вернее, получится. Не всё, да, согласна. Но шагаю в ногу со временем, стараюсь им быть другом, стараюсь. Но, наверное, вот эту грань не я не перешагиваю, не переступаю. Стараюсь, чтобы и дети её не перешагнули. Всё равно учитель, ученик, дистанция всегда должна быть. Всегда. Ну, я так поняла, что самое главное в вашей работе – это всё-таки гибкий и индивидуальный подход. Правильно? Конечно, мы работаем с родителями. Вы знаете, вот вы сказали, что вы занимаетесь со своим ребёнком, видно, детей, которые нужны своим родителям. И мы работаем с вами, прежде всего, с родителями, потому что мы понимаем, что наши завтра – это ваши дети. И вот какими они будут – добрыми, отзывчивыми или, наоборот, злыми, жестокими – это наш труд. Ну, прежде всего, это закладывается в семье. Это моё субъективное мнение. Это только в семье. Я имею в виду, вот, конкретно, если говорить о знаниях. Всё-таки знания, по большей части, мы все работаем, какое-то время там урываем. Нет, мы стараемся, конечно, но прежде всего и дети, и их родители, они должны понимать, что мы должны работать в тандеме. Вы помогаете нам, мы помогаем вам. Я за то, что школа должна обучать, а семья должна воспитывать. Вы знаете, Светлана Васильевна, на самом деле, вот я ни на день не забываю свою первоучительницу, мы боготворили своих учителей. Я желаю вам вот того же самого, чтобы ваши учителя при воспоминании о вас, при виде вас всегда были счастливы. С профессиональным праздником вас. Спасибо. Спасибо за ваш труд. Спасибо большое. Мне было очень приятно. Спасибо, что вы не забываете. Спасибо вам. В Дворце культуры Черкеска выступил симфонический оркестр Ленинградской области. В нашем городе они завершили большой гастрольный тур по Северному Кавказу. В большом репертуаре коллектива есть и черкесский фольклор. Вдохновилась блестящим исполнением музыкантов оркестра Альбина Ламкова. Анастасия Ушакова в симфоническом оркестре на биолончели исполняет и ведущую партию. Она юная, но талантливая. В свои 19 лет достигла мастерства. На этом смычковом инструменте играет с раннего детства. Каждый концерт под управлением маэстро Михаила Голикова для Анастасии праздник. Каждый его концерт – это большой праздник. И для меня в том числе, и для всех музыкантов оркестра. Потому что те программы, которые он делает, это что-то невообразимое. Там смешивается и классическая музыка, и народная, и какие-то композиции из фильмов. И, конечно, мне кажется, никто не может остаться равнодушным. Мир музыки, он огромен, многогранен. И для меня большое счастье быть его маленькой частичкой. Михаил Голиков вот уже долгие годы управляет мощным звучанием симфонического оркестра Ленинградской области. Он художественный руководитель и главный дирижер. Говорит о своей работе как о музыкальном ковчеге, состоящем из музыки разных направлений и идей. Но основой этой программы является проект, который 10 лет назад был проработан вместе с композитором Муратом Кабардоковым. Музыкальный фольклор черкеса в современном прочтении занимает прочное место в репертуаре оркестра. По словам Михаила Голикова, интерес к адыгской этнической музыке появился у него после участия в масштабном культурном проекте «Симфония Кавказа». Эти 10 лет мы продолжаем создавать программы в рамках этого проекта, куда включается черкесская, адыгская музыка, музыка русских композиторов, которые бывали на Кавказе. И под впечатлением от него написали совершенно уникальные, очень непохожие зачастую на свое творчество произведения. Сегодня мы тоже приготовили произведение, свою симфоническую версию одной очень известной народной танцевальной мелодии абазинской, топорный танец, куашара. К организационному процессу концертной программы подходят тщательно, стараясь подобрать и учесть интерес зрителя. В группе вместе со мной работает и находится тоже здесь на гастролях режиссер Мурат Калов, который со мной работает в Санкт-Петербурге, филармонии для тех молодежи, которые я тоже руковожу. Он наполовину абазин, поэтому для нас было очень легко, понятно и, как знаете, удивительно, приятно открывать для себя вот сегодня культуру абазинов. И, конечно, вот эта часть программы, связанная с Кавказом, она очень для нас ценна. У нас было несколько концертов в разных республиках, и в каждой из республик мы постарались привнести что-то новое, некие специи, в зависимости от того, где мы выступаем. В том числе и сегодня здесь впервые прозвучит новое произведение, написанное Муратом Кабардоковым специально по абазинским народным мелодиям. Поэтому мы все увидим, услышим, и я надеюсь, что это всем понравится, потому что это будет очень тепло, эксклюзивно, и хочется верить знакомой близко. Любую программу в каждом жанре, от классической оперы до кроссовера рок-хитов, музыканты и оркестра воспринимают как личный вызов. Играют не только с блестящим профессионализмом, но и с глубоким пониманием материала, нервом и драйвом, отмечает художественный руководитель. Аскер Бербеков победитель восьмого сезона «Шоу-Голос», заслуженный артист Кабардино-Балкарии. Он исполнил для зрителей несколько композиций. Музыканты И мне очень нравится его произведения, и свои произведения, и обработки. Недавно он приезжал с клевер-квартетом. Конечно, это был волшебный вечер. Анастасия Ушакова, мы впервые познакомились с ней сегодня. Она погрузила нас в музыку Ханса Циммера. Это, конечно, что-то волшебное. Ну и Аскер Бербеков. Замечательный голос. Такую богевскую рапсодию, я думаю, наш город не слышал никогда. Спасибо большое организаторам. Слышим такие произведения в записи и на дисках. Поэтому вот живое исполнение, это совершенно другая атмосфера, совершенно другое восприятие, совершенно другие впечатления. Они трудные передать словами. На самом деле музыка. И в таких случаях убеждаешься вновь и вновь, что музыка, у музыки свой особый язык, который и объединяет, и оставляет всегда незлодимые впечатления. Такое творчество и мощный репертуар в профессиональном исполнении не каждому под силу, а еще грамотная подача, которая вдохновит любого зрителя и даже капризного. Я хотел бы от вашего имени поблагодарить первым, это Усаха Балевича Экзекова, который организовал этот добрый и приятный вечер. Сегодня мы побывали, наверное, каждый из вас сможет подтвердить своими курными овациями там, где каждый хотел побыть. Качественное музыкальное и вокальное исполнение никого из зрителей не оставило равнодушным. Это поистине вечное прекрасное искусство. Концерт вдохновил всех поклонников симфонического оркестра. Композиции прозвучали чувственно, эмоционально, живо и, конечно, бесподобно, красиво. Альбина Ламкова, Роберт Джугутанов, Вести, Корчаево-Черкесия. А вы знаете, какой сегодня день? День вежливых людей. Так что сегодня никому не грубить, а только улыбаться и говорить друг другу добрые слова. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. В 14.30 смотрите Вести, Корчаево-Черкесия. Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok День вежливых людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова День вежливых людей. 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 День вежливых людей.